Родители Валентины Бардаш работали на ферме, а маленькой Вале с детства приходилось помогать дома по хозяйству. Детство было голодное и трудное. У родителей было шестеро детей. И с тех пор более 40 лет непрерывной работы в совхозе. Валентина Ивановна работала звеньевой, убирала хлопок, потом 10 лет на птицефабрике, ездила на уборку винограда, выращивала телят, много профессий освоила. Дома был один телок, а там я за 11 дней набрала 101 теленка. Там и по 6, и по 7 было в клеточках, а нужно после соски приучить его к ведру. Ой, Наташа, это адский труд. А потом еще и обучала, давали мне этих учеников, обучала на работу. Было дело. За свое трудолюбие была награждена знаками «Лучший животновод» и «Мастер животноводства Кубани». Она ветеран труда. В 75-м станичники выбрали ее депутатом. Сначала на местном уровне, потом ездила в район. Валентина Ивановна вспоминает, что всю жизнь ни минуты свободной не было. С мужем развелись, когда маленькой дочке было 8 месяцев. Одна воспитывала, но никогда не унывала. Голубая калитка Валентины Бардаш всегда открыта для гостей и соседей. И заходят они к ней часто. Для каждого найдется чашка чая и доброе слово. Ко всем с теплотой. Соседи в ней души не чают. Валентина Ивановна очень хороший, замечательный человек. Всегда приветлива, трудолюбива. Занимается огородом, садом. Мы все улицы любим ее. Прислушиваемся к советам. Уважаем ее очень. Хорошая, замечательная женщина. Всегда поможет. Добрую минуту подскажет, что надо. За детками пришли едить, да? Ходим часто. Помогает нам. Несмотря на непростую жизнь, полную тяжелого физического труда, Валентина Ивановна всегда открыта к людям, всегда с улыбкой и распахнутым сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok